Всем привет, с вами снова я Лиза и это мой влог из Казахстана. Едем мы на неделю, чтобы показать вам все его красоты, поэтому пришлось взять с собой чемодан. Это только начало. Хочется сказать добро пожаловать в ад. Двери открываетесь. Вилеты заставили снять ремень и его проверяют на сейчас. Подозрительный змей. Я просто смотрю, едут коробки там, вот такие ноутбуки, сумки, блядь. И один лоток мой едет вот так вот. Я смотрю, он едет, едет раз в бок и потом. Подозрительный змей. А вдруг ты такая, он типа вот так делает, смотри. Блин, он такой милый, мне его так жалко, он стоит такой. А второй вообще потек. Спасибо. Ну, Тимати, ну придумал. Ну что, мы с вами отправляемся в мой любимый город Алматы. Перелет занял меньше 4 часов. За это время я успела накидать пару заметок в блокноте, которые я теперь всегда беру с собой в путешествие. Поесть, конечно же, благо кормили нас очень вкусно. Говядина тупо распалась на атомы при попадании в рот. А это вот Виолетта-инженер. Ребята, мы прилетели в снежный город Алматы. Билеты мы брали, конечно же, где? На сайте Авиасейл. Очень дешевые вышли билеты. Где-то 1020 у нас получился перелет туда-обратно. Разморило меня знатно, конечно. Я уснула из-за того, что были достаточно удобные кресла. В них так прям проваливаешься. И нам не поступал кислород как будто бы. То есть холодного воздуха не было вообще. Хоть бы форточку открыть. Простите, бесяка попала. И надо вверх не соблюдать. И мы поехали заселяться. До свидания, до свидания. Ура, списка. Сейчас мы... Как мы ее наебали. Лазите из шкафов. Моя стая. Так, ребята, сейчас будет мини-тур по нашей квартире. Кстати, хорошая, да? Такая просторная, большая. Я живу в туалете. Смотрите, такая у нас большая ванная. Я все еще иду до ванны. Оп, я все еще иду. Смотри, это как ракушка с жемчужиной. А туалетная бумага это жемчужина. Блин, очень мило, кстати. Мы будем вместе, да, мыться? Кто-то будет мыться в душе. Дальше у нас, значит, тут есть такая комната. Просторная, большая. И есть вот такая. Тут тоже туалет. Иди сюда. Ты сейчас охуеть. Ну что, бегать будь. Девочки, кто на воркаут? Кто рожает, кто на воркаут? Это же шведская стенка. А можно я займу эту поменьше? Конечно. Спасибо большое. Посмотрите, какой зал. Просто роскошный. Места так много. Можно прям тут тусовку строить. 20 человек можно поместить и танцевать. Все. В целом. Мне очень нравятся вот эти вот канделябры. Я так хочу себе такие же поставить домой. Девочки, если мы сейчас не выйдем, мы не успеем. Спонсором этого ролика является вновь сервис онлайн-психотерапии Ясно. Сегодня все утро я общалась снова со своим папой по поводу своих творческих идей, которые нужно реализовывать. И он очень в последнее время, знаете, так трепетно ко всему этому относится. Помогает мне, поддерживает и так далее. И как раз в последнем ролике меня спрашивали об отношениях с родителями, как у нас все улучшилось, наладилось. Я могу сказать, что это заслуга психотерапии. В какой-то момент моей жизни психотерапия помогла мне взглянуть на наши отношения без призмы моих личных обид и загонов. Когда я сама осознала, что все вышеперечисленное мешает нам общаться, мешает мне раскрываться, я приняла решение пойти к психотерапевту. И сейчас мы можем друг друга слушать и слышать с родителями. Хорошего специалиста можно найти на сервисе Ясно. Их там очень много, и сессии проходят прямо либо в приложении, либо на сайте, в удобном для вас месте. Вам не надо постоянно держать в голове, что у вас там когда-то сессия, потому что вам будут приходить уведомления за сутки и непосредственно перед сессией. Если вы не можете выбрать специалиста, не переживайте, я понимаю, что это тяжело, вам может помочь служба поддержки, где также работают люди с психологическим образованием. По моему промокоду МАДРИД вы получаете скидку 20% на первую сессию. Помните, что быть здоровыми и счастливыми это очень важно. У Виолетты произошла смешная ситуация в самолете с мужчиной. Он был очень пьяный, про голову он тебе сказал. А, он такой, сейчас, если что, клади голову у меня на плечо. Я ему такая, он такой, я говорю, клади голову на плечо, если что. И уснул сразу, такая. А я в первую секунду подумала, что он из-за того, что бухой, хочет, чтобы он на моё теперь у плечо. Я поэтому его и переспросила. Ребята, мы приехали в Досток Плазе, это ТЦ-шка. Вот здесь я получала визу американскую, вот здесь, в этом здании. И помните, я шла вот здесь вот такая довольная, чуть ли не плакала от счастья. И я вот так вот проходила туда-обратно, туда-обратно и с камерой разговаривала. Нельзя показывать, что я нервничаю. Для меня эта поездка какая-то очень важная. А для меня она очень важная, ну потому что, блядь, ну это... Извините, ну это Америка. Я не могу, я выхожу, и я начинаю просто плакать, когда он мне такой говорит, ваша виза одобрена. Сейчас будем жестко закупать продукты. Ну, Галмарт это достаточно дорогой магазин, но там самый большой выбор. Галмарт! Ну, ну, Галмарт. Я так скучала по Галмарту, потому что у меня очень положительный опыт с Галмартом связан. Когда приехала в Казахстан, я не могла найти ни один нормальный магазин, потому что мы жили очень далеко. Мы жили в районе Жет-Ису. Ну, такой райончик, знаете, как Бутово в Москве. Нам было сложно найти какой-то магазин, поэтому я все время ездила в этот Галмарт и закупала здесь жестко. Чем питаются блогеры? Смотрите. Виолетта будет готовить крылышки. Я буду есть первый раз то, что приготовит Виолетта. Смотрите, у нас вот такая вот огромная корзина вышла в 10 тысяч рублей. Ребят, если кто не знает, это кнопка. Кнопка сдохнуть. В смысле ты повар? Нет, серьезно? Да, она. Ты видела мою заставку? Я думаю, а это визиточку, а? Я знаю, что только Виолетта, крутая телка и дипломированный финансист. Я Виолетта Малышенко, дипломированный финансист, психолог и просто крутая телка. Реально, я типа думала, мы в магазин идем. Я реально думала, зачем ты говоришь, что ты будешь готовить. Я прям не поняла. А ты где готовила? Я работала в Мама Рома. Мама Рома это в Питере? Да, да. Это мое любимое было заведение в Питере. Там паста была офигенная. Вот именно поэтому она и была офигенная. Потом я устроилась работать поваром. Одна типа не помощником, не с кем-то там стоит в смене. А прям я приходила, открывала, готовила. Да, одна на полной стороне. А для какого? Я работала в баре, который на площади Восстания, короче, находится. Круто. Мы визитку, кстати, не там снимали. Он такой говорит, не, он говорит, у нас не надо снимать. Пит, слив, дота, два, репит. 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 Могу тестовать витать. Да уже все. Смотрите, вот такой у нас получился обед. Ой, какой обед? Время 9 утра. Кофе с пониженным задержанием кофеина, девочки. Только такой, либо никакой. Альпро, друзья. Никакого планта. Только жесткое молоко. Не важно, кто рядом. Не важно, как он себя ведет. Не важно, смешно ему или нет. Just do it. А что, Анастасия приедет, да? Да, да, да. Она будет в 11. Она еще такая... Ну, она пошатила. Она написала такая, типа... О, нет, вы встали. Значит, вы все еще едете в горы. Слушай, у Насти есть такой прикол. Ну, не прикол, а хорошая черта личности. Она всегда выбрасывает сигареты. То есть, она никогда на улице бычок не бросит. И она мне сейчас такая пишет. Лиза, я подъезжаю, но я с сигаретой. Нужно подняться. И потом уже вместе спуститься. Я пишу, да зачем подниматься? Давай выкинем ее просто. Настя такая, ну да, нахуй гитару. Оказалось, что она написала. Я с гитарой, надо занести. А я такая, да нет. Давай ее выкинем. Мы приехали в горы. Слушай, ты похожа на этого. Из нашей Раши точно. На Славика. Вот, вот, вот уже. Блин. Покажите сервировку, пожалуйста. Ну, вообще, как в ресторанах. Вот эти брызги же ложечкой вот так вот. Ага. Это рецепт смачного, хорошего алкогольного коктейля. Мы берем вино. Любое. Прямо кока-колу. И мешаем. В итоге у нас получается вот эта жижа. Пробуем на вкус. Оно того стоит. И самый плюс. Пузырьки увеличивают алкоголь, если что. Поэтому большинство коктейлей делаются газированными. Ну, потому что это вот эти вот пузырьки, они тебе просто ударяют. Но я пью очень редко. Представляете, мы наконец-то взяли билеты. И я почему-то была уверена, что мне 21. И я с такой радостью такая. Что-то радостное было. Мне 21. Я говорю, скидка есть для подростков? 21 мне. Достаю паспорт и вспоминаю, что мне 23. Но все равно скидка прошла. Вот там каток. Самый большой каток. В мире, в горах, по площади. Он самый большой. И мы едем. Вот он, да. Вот тут вот я подставлю ценники, сколько стоило оборудование. И вот тут сколько стоил подъем. На три часа. И также, конечно, был обязательный денежный залог. Короче, ребята, мы нашли трек, где фуникулеры. Так и че? Также в этом месте есть катание на лошадях. Но оно доступно только в летнее время. Всякие канатные дороги для детей. Ну, а мы уже поднялись за прокатом. Мы уже взяли, короче, ботинки, лыжи. И выяснили, что это идеальные ботинки для флекса. Смотрите, лыжные. Лыжные, они, конечно, жестче выглядят, чем вот сноубордические. Я единственная буду на сноуборде, девчонки, на лыжах. Лыжню, уступите парню лыжню. Лыжню, уступите парню лыжню. Скорей, он не сам за песней своей. Разбежатки зеленых бомбонов. Снежный призрак мечты моей. О, моя полетела, ебать! Виолетта сумасшедшая! Бля, она упала! Короче, сидит Настя и говорит, девочки, я не готова. Вилка такая, ты буквально сидишь сейчас с лыжами в руках. Никогда! Я, типа, ну, в школе каталась, праздновала. Вот, знаете, круги наворачиваю. Я к этому не готова. Это спуск, я упаду. Даша просто покерфейс. А я хочу сказать, я же... Говори. Короче, надо, ну, понимать, что если ты упадешь, ты просто упадешь на месте. Прям с горы до нашего дома ты не скатишься. Спасибо, успокоила. Может, надо было купальники взять? Я не знаю. Едет на лыжах еще не раз, на лыжах, короче, никто не скатился. Мы поднялись наверх, там везде лавины. Мы спустились вниз. Даша едет на лыжах, видит это и такая, а что мы купальники не взяли? Господи, я дождена была для адреналина. Ура! Лавина! На самом деле, не смешно тут реально из-за того, что пару недель назад здесь было землетрясение, очень сильное в Алматы, амплитуда 8 баллов. И Настя рассказала, что здесь было прям настолько сильные толчки, я вставлю видео. Мама! Слеп, слеп, слеп. Слеп, слеп. Лобочка, Лобочка, Лобочка. Тинь, 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 тинь. Вот, вот, сейчас успокоится. Это очень страшно, и именно из-за этого и сошли лавины. Поэтому нас предупреждали осторожнее, там на Шамбулаке, там, наверное, мало трасс открыта. Так и оказалось. Ну ладно, как говорят, так они проверяют, кто не тусуется. Мы все-таки потусали, потусали. Ну что? Погнали! Даша словила небольшую паничку на горе, потому что она улетела, ну прям, к обрыву. И было настроение, знаете, такое, мама, я не могу остановиться. Вперед, вперед, вперед! Мама, я не могу остановиться! Вперед, вперед, вперед! Ну, короче, все молодцы, все встали, все вообще красотки. Короче, короче, слушай, как Лиолетта упала, ладно. Я снимаю, такая, она падает, я думаю, вот так делаю. Я вижу, что она на секунду, короче, зависла. Вот так, зависла над землей, такая, видимо, не знаю, что залезла, что потом такая, ладно, встала, пошла. И я тут, в этот момент, я кантуюсь и разворачиваюсь. Вот так разворачиваюсь, и вижу, как ты летишь со скоростью света. Просто летишь. И я такая развернулась, ой, не вовремя, я развернулась. И я смотрю, и ты прям вылетаешь, я такая, блин, и я сразу в сквере такая, там пи***ц, там пи***ц, там пи***ц. Когда мы съезжали с маленькой горочки, ну, скорости не хватало, и я, ну, палки под себя, чуть-чуть двигалась. Не-не-не, я это увидела, что мы когда съехали с большой горочки. А, я так поехала? Даша увидела, и мы после маленькой горки поехали на еб***цу. И просто Даша такая, подумала, ну, Вилка ж так делала, а она боится очень. И она, б***ь, и Настя говорит, б***ь, я смотрю, такая молодец, вообще реально, ну, типа, страху в глазах. Она сделала точно так же, как Виолетта, она взяла, покажи стойку, покажи, взяла. Оп! А она думала, что так правильно и так, типа, менее опасно. Я клянусь, поехала просто прямо, я понимаю, что я набираю слишком еб***ую скорость. Я начинаю ехать вот так в одну сторону, чуть-чуть скорость скинуть. Еду во вторую, ну, б***ь, там пи***ц, конечно. Кубарем я летела, ну, лютым. И я такая в момент что-то... А где лыжи? А где лыжи? Я смотрю, одна там осталась, вторая там сзади меня лежит, палки наху... Не-не, палки, кстати, с лыжи лежали. На эту х***ю вот садимся на палки эти, и чё он такое говорит, типа, он говорит, снимите верёвочки с рук, ну и чё вы, ну вы сломаете. А я прям всегда целенаправленно, чтобы, не дай бог, она не спала. А сейчас написано, что вы с бугеля-то сошли. А я просто не понимала, я, ну, я вижу там стоп, я не вижу там вот это вот натянутая была х***я, и там типа, стоп, дэнджерос. И Даша такая, чё мы слезем? Я смотрю, люди, ну, стоят, как будто они там слезли, именно вот, где Даша говорит. Я такая, щас, подожди, не понимаю. Не-не-не, она такая, щас, щас, подожди, мы посмотрим, чё там. А там обрыв. Как только я встаю после этого падения, смотрю, едет мужик в шапке синей. Он едет, едет, смотрю, куда-то вбок. Там сугроб. И чел туда просто в этот сугроб вылетает, и снег такой. В итоге это Даша оказалась. Вот мы находимся на главной улице, где самые прикольные, типа, ресторанчики Алматы. Наш любимый это Бетанго, где мы ели борщ в том году, помните? Мы за ним исключительно и идём. У нас джем. Нашка так шнёпает, смешно. Нам просто вчера Настя сказала, что когда вы, вот, кто-то играет на барабане, кто-то на гитаре, кто-то на фоно, это называйте джем. Так вот, мы сварили нахуй варенье. Всем доброе утро. Новый день, новые приключения. Сегодня мы едем на озеро Бао. Вообще, изначально мы хотели поехать на озеро Исык. Не Исык-Куль. Исык-Куль это вообще невероятной красоты моря, озеро в Кыргызстане. Но туда ехать около пяти часов. Вторым вариантом было озеро Исык. Вы сейчас видите его на картинке, и оно находится около Алматы. Вот, но туда ехать два часа, поэтому мы выбрали более такой приемлемый вариант. Ехать пятьдесят минут. Озеро Бао, большое Алматинское озеро. И про Исык нам только что молодой человек рассказал, что, ну, Ельцина же знают все Ельцина, он очень любил выпить. И он однажды поехал на Исык, там какие-то у него были, ну... Дела, дела. В съезд. В съезд, да. И он такой, да я могу поспорить, сейчас пойду купаться. Он и минуты не просидел в этом Исыке, просто выбежал. На три дня заболел, да. Вот так вот, не шутите. Также водитель рассказал нам про Чарынский каньон, живописное глубокое ущелье в Казахстане, протянувшееся на 154 километра по долине реки Чарын. Это одно из мест на земле, от красоты и величия которых захватывает дух. Учитывая размеры и геологические особенности Чарынского каньона, о нем часто говорят как о младшем брате одного из самых больших ущельей планеты, американского Гранд-каньона. К сожалению, в эту поездку мы туда не попали, но стоит взять на заметку на будущее. Озеро Бао нас подвело, потому что дорога оказалась перекрытая, все оставляли свои машины и шли пешком вверх по горе 10 километров. На что мы не решились, но не переживайте, на следующий день все получится. Мы приехали на каток, вот такой вот каток Мидео, самый большой каток в горах в мире. Сейчас мы быстренько перекусим чего-нибудь и будем кататься. Стоимость катания на одного человека 6 тысяч тенге, и это уже включен прокат, катание, только еда не включена. Но это ничего, ведь на фудкорте стоит множество траков с разнообразной едой. В основном это фастфуд, но также можно взять, например, сэндвич, как более здоровую опцию. Мы это брали, когда билеты. И Лиза такая, у вас тут есть что-то поесть? Я говорю, а поесть у вас тут есть? А у нее будка такая, там маленькая такая щелочка. Она меня не слышит, она такая, что надо? И такая, поесть, поесть. Вот такая у нас тут порция картошки и наггетсов. И вот такой вот замечательный бабл-ти. Я обожаю бабл-ти, который теплый. Его вот в Америке не делают теплым, делают только холодным. Слава богу, здесь есть теплый. Элета говорит, блин, меня, короче, бесит, что на одном из шнурков нет Эглета. Я такая, чего? А ты никогда не смотрела Финис и Ферд? Нет, Финис и Ферд не смотрела. Э-Г-Л-Е-Т, Эглета, не забудьте. Э-Г-Л-Е-Т, не забудьте. Э-Г-Л-Е-Т, не забудьте. Э-Г-Л-Е-Т, не забудьте. Э-Г-Л-Е-Т, да-да-да-да. И там в конце было. Мы свяжем мир. Короче, Эглета, это вот эта вот штука, которая на конце шнурка. Самой большой моей ошибкой было взять хоккейные коньки вместо фигурных. А я не могу ехать. А как отталкиваться-то в них? Друзья, я раскаталась, но знаете, что хочу сказать? Что мне все-таки нужны фигурные коньки. Очень тяжело, когда нет, зацепиться. Я почему-то была уверена, что наоборот легче на этих коньках. Нет! Небольшие новости, короче. Мы должны же были сегодня ехать на БАО, блокпост закрыть. И мы едем с водителем, он такой, девочки, ну как же, я вас без природы оставить не могу. Давайте сейчас я все решу. Он говорит, у меня брат работает как раз на озере Истуик. Звонит брату, говорит, слушай, брат там, типа, закрытое озеро, открыто. Он такой, нет, держи этот номер. Он позвонил второму чуваку. Этот позвонил третьему чуваку. В итоге минут через 20 они созваниваются и говорят, мне закрыто, но давайте я по черному провезу. И, короче, завтра мы скидываемся по 10 тысяч тенге. Это вот столько. Каждая. И нас довозят до точки, до Истыка. Нас там забирает какой-то чела. И подпольно везет нас смотреть на это озеро. Я еще говорю ему, типа, блин, удивительно, что у вас тут все друг друга знают, у всех связи. Он такой, у меня знакомый, говорит, в правительстве Астаны работают. А парламент Астаны, говорит. Если кому-то надо что-то в парламенте Астаны, могу обратиться. Я говорю, не-не-не. Там такие крабы, девочки, такие крабы. Как вы могли понять, мы приехали в ресторан с морской кухней. И называется он Камчатка. Интерьер выполнен в какой-то богемной стилистике, такое заведение с запахом роскоши. И выбрала его Анжела. Ну, неудивительно, да? Самое забавное, что я знаю Анжелу не как блогера, а как девочку, которая училась со мной в одной школе. Только я была ее на год старше. То есть она там в шестом классе училась, я в седьмом. Смотрите, дары моей рек. Здесь что у нас есть? СМЛ. Ой-ой-ой, как тут много всего. Фаланга камчатского краба с маковым бисквитом и белым шоколадом. Это десерт. Смотрите, у нас есть разные устрицы. Одни королевские, другие полупокерные такие. Полукоролевские, полунестые. Двигается, двигается. Ты просто берешь и ешь. Оп. Ты вообще профессиональный. Сказ, кайф. Ммм. В этом ресторане я впервые в жизни попробовала фалангу камчатского краба в фирменном соусе. И мне очень зашло. Она оказалась сытной, мясистой и очень сочной. Девочки также брали сибаса, а я остановила свой выбор на радужной форели. Только вот где радуга, я так и не поняла. Мы доели, у нас вышло 77 600 тенге. Это вот столько вот в рублях. Но я считаю, за четверых в одном из лучших ресторанов Алматы очень. Тем более, извините, когда мы ели крабов и устриц. Крабов и устриц. Они нам еще махали. Крабы махали. И мы их ели. Даша спала в машине. Мы приехали в тор... Снуло сладко-сладко. Я просидел бы до утра в твоей кроватке. Мы приехали в Мегу. Это самый-самый большой торговый центр в Алматы. И здесь мне очень нравится это колесо обозрения. Мы на нем ни разу не катались. Не в прошлые разы. Но, в общем, вот такое красивое колесо обозрения. Сегодня какой-то день унижения морских существ. Виолетта таскает рюкзак, наши сумки, пакеты. И вот Даша ходит. Я говорю, слушай, Виолетта, я тут реально вот на днях заказала матрас 200 на 200. Я никак не могу вызвать курьера. 3 500 стоимпиадных с доставкой. Такое у нас пропадает. Такое золото. Может, ты мне его и погрузишь. Конвертики, конвертики, треугольнички. А что это у нас? Рецепты у меня научила моя подруга. Берешь так? Раз. Это виолеттые треугольнички? Да. Прям лапой берешь. Опа. Это сыр с творогом, если что, друзья. Потом вот так вот. Доховим, да, да. Конвертик, oui. Конвертируем, рахметизируем. Да, да, рахметизируем. Все. Сюда. Круть. Домой. Друзья мои, всем доброе утро. Мы вчера ходили в торговый центр и закупились с некоторыми вещами. Я хочу просто показать вам цены и продукты, которые мы купили. Я купила вот такую вот штуку Clorans. Это SOS Hydra для срочного восстановления, потому что что-то у нас тут очень сильно сохнет кожа. Прямо неистово. 23 760 тенге. Скраб Султан де Соба, который пахнет такой, знаете, глиняным чаем каким-то. Он очень хорошо очищает поры и также он подходит для тела. 33 431 тенге. Смотрите, какая красота она. Потом я зашла в Зару и я купила две кофты. Водолазка вот такая. 5 790 тенге. Такая без ворота. Обычная кофта. Long sleeve. 6 990 тенге. Вот такие вот штанишки с трусами. Типа якобы с трусами, знаете, такое, типа. 18 990 тенге. Да ты вообще, блядь, экономная. 6 500 в рублях примерно. Ебать. Вот так, 6 500. Ну так вот. И сейчас за нами заедет молодой чумодан. И по-черному отвезет нас Нысик. Короче, нам чувак пишет. Мы его спрашиваем. Можете взять через один такой ножик. А ты вставляешь в голосовую? А, да-да-да, вставляем в голосовую. Не знаю. Ну, шушняк какой-нибудь возьмите. Низкий заряд батареи. Я говорю, что надо? Наша такая, может, ему зарядку? Низкий заряд батареи. А Виолетта такая, да он имеет в виду сушняк. Типа попить. Он заберет вас, отвезет куда надо. Хорошо. Девочки, до свидания. Нам признать. Самое забавное, что мы просто с водителем такси договорились. Так, у меня, да, брат работает в горах. Он вас отвезет. Я такая, поехали. К маньяке Алматы. И сык. Даша сбивает и сык, маньяке Алматы. Вот сейчас дяденька вышел куда-то. Мы перед шлагбаумом стоим. И там два охранника. И вот он сейчас вышел. Ну, посмотри, они стоят, но смотрят и гоготят. И смотри, вот, тебе что, левая ножка? Нет, я хочу себе вот делание на лице татухи. Я не знаю. Настало время рассказать вам печальную историю озера, на которое мы едем. В прошлом году стукнуло 60 лет с момента трагедии, в результате которой резервуар озера уменьшился на 90%. В 1963 году оно было уничтожено разрушительным селем. Данные об этом происшествии долгое время хранились в строжайшем секрете. А точное число погибших неизвестно до сих пор. Зона вокруг озера была курортной. Тут были и пионерские лагеря, и базы отдыха, и заселенные районы. Но прорвав природную дамбу, вода из озера пошла вниз по ущелью, сметая все на своем пути. О надвигающейся катастрофе людей не предупредили. И грязекаменная масса накрыла иссык утром за считанные минуты и заполнила улицы. Сейчас в память о погибших на озере установлен мемориальный крест. Тут вообще трэш, тут никого не было. Мы первые люди, кто поехал с этим чуваком. Виолетта говорит, что здесь очень солнце печет. Здесь тут сгореть можно. Смотрите, какие следы. Такое ощущение, как будто тут либо заяц, либо лис прошел. Главное, что не медведь. С медведем будет сложнее справиться. Короче, выяснилось, что это волк. А вы знали, что, кстати, волки санитары леса? Вот я не помню, почему. Ну и что я запомнила, в Маше и Медведь, там волки живут в старой заброшенной скорой помощи этой. Потому что они санитары леса. Ого, я даже не знаю. Вам не страшно? Даша говорит, вам не страшно? Нет. Блин, как красота какая. Я представляю себе, что там голубая вода, а вот это летом, как красиво должно быть. Вот так. А вот это уже похоже на медведя. Я сейчас говорю ему, мы сейчас увидели следы медведя, он говорит, да медведи сейчас все спят, только бешеные ходят. А, ну ладно, да. Вот сейчас он такой, раз, и бежит нам навстречу, знаешь, такой вот прям отсюда. А я, честно говоря, не знаю, что делать, он же, даже медведи хорошо по деревьям лазит, поэтому на них, на дереве не спрятишься. Слушайте, ну следов куча, мы прямо по ним, да, идем? Ты хотела острых ощущений? Я говорю, по-моему, у Лизы не было запроса на острые ощущения. Вот мы идем, идем, я говорю, девушки, ну пойдемте уже в машину, что-то так стремновато становится. А Дарья такая, о, о, чекай, чекай. Эти слова меня пугают, чекай, чекай. Слушай, просто клип Янлин Даймонд. Пока мы обратили по окрестностям, мы наткнулись на следы снежного барса, волка, зайцев и еще множество неопознанных зверей. Потом смотритель с биноклем на выезде из заповедника рассказал, что именно сегодня утром он видел спускающегося с горы барса. И просто посмотрите, какие огромные следы он оставил. А это я вам демонстрирую густо засаженные поля с исыкскими яблоками, которые ежегодно возятся в Россию тоннами, потому что они считаются очень вкусными. Правда, у меня аллергия на яблоки, я не знаю, правда это или нет, но вот вам задание найти исыкское яблоко летом и рассказать, как оно. Короче, у нас, не изменяя нашим традициям, утро каждое начинается одинаково. Яйцо, белок, белок, плюс белок с белком под соусом из белка. Я забронировала рестик на 6 вечера. Думаю, что мы тогда можем успеть. Рестик с казахской кухней, с казахстанской, потому что Виолетта очень хочет попробовать конину. И там очень много блюд из конины всяких, с куртом и так далее. Потом у меня английский с 12 до часа. Можно успеть съездить в горы, там фотки сделать такое. Если будет настроение покататься на коньках, вечером пойти в компьютерный клуб с Настей, поиграть в дурака онлайн. Нам так повезло, сфартило, что компьютерный клуб находится прямо в нашем ЖК. То есть вот наш блог, и вот тут уже компьютерный клуб. Подарк судьбы. В общем, мы сегодня ходили по другому центру. На самом деле, тут ничего не было интересного. Качество очень демо превратилось в такую марлевую тряпочку, через которую процеживают компот. Самый трэш, который сегодня произошел, к нам подлетают девочки сфотографироваться и говорят, вы знаете, что у нас недавно было землетрясение? Вот, скоро обещают все сейсмологи землетрясение 9 баллов. А 9 баллов это, ну, как в Турции было. И девочки такие, блин, да, можно влог будет снять все такое. Я говорю, девочки, 9 баллов это не когда трясется люстра, это когда уже дома там трескаются. И я захожу просто в прогнозы реально, почитать, что в интернете об этом пишут. И пишут, что ожидается вообще в этом году в целом землетрясение 12 баллов. 12. Я просто не знаю, насколько глобальное разрушение при 12-бальном землетрясении. Но потом, но потом... Подожди, девочки, шутки в сторону я про землетрясение. И потом мы подходим к девушке, которая выдает одежду в гардеробе. И мы такие, вы слышали про 12-балль? И она такая, девочки, если слушать всех подряд, можно не дожить до следующего года. Поэтому мы решили, пойдем есть конину. Она меня успокоила. Да? Честно, да, я прям такая, спасибо, вы меня успокоили. У меня давайте какой-то челлендж попробовать всех животных, которые популярны в той или иной стране. Конкретно в это место, как я сказала ранее, мы пришли, чтобы попробовать конину. Называется оно сандык. И, если честно, больше походит на музей, чем на ресторан. Смотрите, как интересно, какой сахар. Короче, забавная ситуация. Мы сейчас делаем заказ. Виолетта, как обычно, мне, пожалуйста, конину. Кумыс копченый. Она говорит, как вы думаете, у меня будет норм копченый кумыс? Ей говорят, ну вы кумыс раньше пробовали? Она такая, да. Значит, копченый вам будет нормально. Он, типа, очень кислый. Но мы это сейчас все попробуем. Я заказываю, значит, ми-палау. И она мне говорит, а вы раньше бараньи мозги пробовали? Я такая, в смысле бараньи мозги? Сказалось, что ми-палау это такие штучки с бараньим мозгом наверху. Но это выглядит очень аппетитно, как паштет. Но я не стала брать бараньи мозг, потому что она сказала, это на вкус похоже на говяжий паштет с кожей. И что-то страшно стало. Поэтому я решила взять конину копченую на можжевельнике и десерт из копченого финика. У нас это копченый сегодня ужин какой-то получился. Потом нам принесли специальные стаканчики для кумыса. И вообще вся посуда в ресторане была в традиционной стилистике, что придавало атмосферности, конечно. А что вот это вот в нем плавает такое? Это... Под закуской из конины она делается типа на первом молоке. То, которое еще не успело остыть. Поэтому она так называется. Такая фишка. Это очень вкусная. Это вкуснее, чем оленина гораздо. Оно очень мягкое, очень нежное, такое прям сливочное. Если честно, я не ожидала, я думала, что оно будет жесткое. Такое прям... Коня, он же весь мясистый. Он же из-за того, что он мышечный весь. Не, очень вкусно. Вопросов нет? Я очень переживала, что будут тебе перенасыщенные вкусы. Нет, очень вкусно. Виолетта попробует вот это. Это как раз у нас значит гвоздь программы. Жарко из конины и картошки. Куда? Ммм. Девочки, попробуйте. Его будто томили часов 10. У меня остался только вот этот вот десерт из копченого финика. Это последнее, что нам сегодня нужно попробовать. Вот эта штука очень сладкая. Там грецкие орехи еще внутри. Очень вкусно. Я, короче, люблю десерты, которые без химии. Которые из всяких натуральных продуктов. Типа орехи, там гранаты, финики. Просто обожаю. Так вкусно. Виолетте было так вкусно, что она заплакала. Я сижу ем, я понимаю, у меня слезы накатываются. Представляете, нам с собой дала девушка, которая нас обслуживала мороженое. Это мороженое из Айрана. Представляете, надо его будет в морозилку положить и завтра попробовать. Три лоточка нам дали. Вон, очень мило. Короче, в Казахстане нас любят. И самое приятное, что счет в этом ресторане вышел нам в 5000 рублей. В этот день мы пораньше вернулись домой, чтобы помочь Насте снять сниппет для новой песни. Короче, Настя снимает только что сниппет Даши. И Даша включает такую лампочку, которая мигает, штробит белым светом. И такая, блин, а вот так как, нормально? И Виолетта смотрит, у которой эпилепсия такая, да, вообще кайф. Мы с Виолеттой маленькие штативы. Готовьтесь, прямо сейчас будет мой выход. Здравствуйте, друзья. Сегодня наш завтрак. Это хлеб, майонез, лимон, вода. И все сверху у нас будет растворимым холодным кофе. Доброе утро. Сегодня вот девочки завтраком занимаются. Я встала. И, ну, было так непривычно, что как будто после пьянки лютые у меня опухшее лицо. У меня, ну, я не могу открыть глаза. Они прям заплыли. Там так было плохо, но сейчас получше. Вот у Лизы то же самое. Ну, мы просто хуйни объелись. Мы съели, я, например, на ночь съела мороженое из Айрана и сырные шарики с какой-то сгущенкой. Я Даша Букина, где мои конфеты в упаковке. Едем, короче, наверх снова, в горы фотографироваться. Девочки бухают. Вы тоже сейчас были. Мы сейчас едем на 3200, это самая высокая. Там водка есть. В смысле, да ягерплёма где-то должен быть в заведении. Он заказать есть, а там девочки ходили, раздавали. А, бесплатно! Мы, короче, видели, просто там стоит егермейстер, и он подогревается еще. А я вспоминаю вот эти вот видосы, где они пьют лыжники. Да-да-да. Там что-то описано. Я такая, может, ну, бахнуть, а там еще две бутылки в аппарат, нахуй, засунули. И там что-то какая-то, ну, билиберда, прям. Ну, симпатичная. Работать не всегда надо, правильно? Иногда нужно отдыхать. Вот папа мне написал сегодня утром. Нужно посвятить один день чисто отдыху. Ну, так давайте отдохнем. А ваше здоровье? Давайте за поездку, девочки. Прекрасную поездку. Да. Ну, это люля, да? Да-да. Это люля. Нет, это разные, подожди. Смотрите, что нам подарили. Нам подарили вот такую вот штуку. Это, как она, фляжка? Фляжка гермейстера. Смотрите, как интересно. Здесь могут проезжать только машины, которые без бензина. То есть там есть специальные заправки. Вот они вот так вот ездят, и вот там заправки. Когда мы в прошлый раз приезжали, мы жили в одном из этих домиков. Просто у меня губы уже не работают. Потом мы зашли в очень аутентичное место на Мидео, где все в настоящих шкурах. И место походит больше на какой-то охотничий домик. За окном начинало очень быстро смеркаться, поэтому в последний раз, насладившись этими видами, мы решили ехать в город. Это хозяйка Капибара. У меня веет денег, весь макет, это китай. Я пила кучу шишек, пища, как вариуана. Любили клубы, все дружили, геофан. Чем за спине выносили, каждый флейкет все четыре. Вырезала часть желудка, сука, это характери. Это было все, ребята. Вот такой вот у нас влог получился. Влог Казахстан. Нам пора ехать домой. Спасибо этому дому. Всем спасибо, пока-пока. Пока. Я в целом очень довольна тем, как у нас прошел этот отпуск, потому что мы посмотрели все, что хотели. Каток, горные вершины, озеро Иссык. Познакомились с местным колоритом, попробовали местные блюда, съели конины. То есть мы реально прям аж перевыполнили план. Как говорит Эвелина, до встречи в новых крутых видосах. Я говорю, до встречи в новых крутых путешествиях. Субтитры сделал DimaTorzok